Чемпион 28 боёв, 11 побед, включая 8 побед нокаута, 16 поражений при одной нищей. Чемпион IWGP в тяжёлом весе, чемпион K1 World Grand Prix 2005, участник турниров Pride FC, Strikeforce E3, представляющий Team Beast из Сиэтла, Волшингтон, Соединённые Штаты Америки, там и господа, приветствуйте! Бо! За! Три! Са! И его соперник в красном углу! Ему 31 гул, рост 193 сантиметра, вес 121,3 килограмма, Профессиональный рекорд, 27 боёв, 21 победа, включая 13 побед нокаутов, 5 сдачи, 3 решения, 6 поражений! Трёхкратный чемпион мира по боевому самбо! Пятикратный чемпион России по боевому самбо! Участниками единицей турниров Pride, Bulldog Fight и M1! Дамы и господа, представляющие команду АЕТИМ из Москвы, Россия! Встречайте! Александр! И------ Михалита! Дождались возвращения Александра Емельяненко, именно под такой вывеской будет проходить этот бой с голым сапом. Вопрос по выбору соперников всё-таки это больше к организаторам, но возвращение Александра это само по себе событие, на которое стоило бы прийти. Гопса, человек, который ничего не выигрывал с 2010 года, высший американский футболист, понятно, что были бои с Нагейрой, были бои с Эрнастом Хустом. Было, 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 было. С чем подошёл он сейчас? Мотивация должна быть. Если он сейчас сумеет справиться с Александром Емельяненко, ну, честь ему и хвала. Верю я в это лично или нет? Лично я не очень в это верю. Александр Емельяненко. После всех историй, предшествовавших его в уходу из большого спорта, сейчас Александр в версии 2.0. Должен показывать бой, должен показывать результат. Вне всякого сомнения, мы ждём от Александра только победы. Сап побежал охотиться куда-то в направлении ног. И всё-таки, несмотря на все расклады, 154 килограмма, это 154 килограмма. Чего-то достаточно в партере попросту лечь сверху. Александр, безусловно, его превосходит в ударной технике, уступая в весе залпа, но при этом по сопущению от попасть. Я думаю, что попадёт рано или поздно. Вопрос, когда? В каком раунде случится формат? 3 по 5. Сап довольно уверенно огрызается. Ушёл в защиту. Добивание. В принципе, пассивная защита. Всё, можно останавливать бой. Да? Ну, как-то всё. Те, кто говорили, что поединок закончится примерно так, были, в общем-то, наверное, правы. Очень обидно. Лёгкое недоумение. Возвращение и реванш это то, на что приходит всегда и с удовольствием. Считать подобное поединок возвращением с точки зрения де юрода, де факта, судите сами, дорогие друзья. Здесь по-другому не скажешь. Оп-сап упал. Не сказать прям подговору. Продолжение следует.